Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения! Продолжаем играть в игру Die Witch Glory! Так, ну что же, давайте мы с вами начнем продолжать нашу историю. Вы помните, мы с вами остановились в пивбаре, круши ломай. И у нас с вами, по идее... Так, погоди, мы не здесь остановились, не надо нам. Да-да-да-да-да, это мы помним. Да-да-да, мы остановились в совсем другой комнате, мы здесь не будем рассказывать историю, а просто-напросто пойдем вот в эту, вот здесь мы с вами остановились. Ух, так, ну что же, ну-ка давай побеседуем. Мальчик мой, мне не ведом ключ к успеху, но ключ к провалу пытаться угодить всем. Я понял тебя, это какой-то шаман, который наглаживает какое-то драконье яйцо. Ладно, хорошо. Так, ну-ка, а что ты мне скажешь... Нет, это понятно, ты скажешь, давай монету этим, все понятно. Здесь рассказать историю. Ух ты, здесь можно много с кем поговорить. Ну-ка, не волнуйся, это Барни, он здесь только на этот уикенд. Да я, в принципе, и не волнуюсь. Чего мне волноваться-то? А ты? Ну, никаких особых аномалий. Я в Грибгороде не нашел. Не нашел? А как насчет банды бронированных? Не будем об этом. Кроме этой не нашел. Пока мы с Рагнаром не уснули у водопада. И не проснулись где-то в джунглях. Звучит как магическая аномалия, верно? Это были не просто джунгли. И у меня было с собой яйцо. Увидимся. Так, ну давай вот это возьмем. Да, долина храмов. Ты ведь там никогда не бывал прежде? Честно говоря, нет. Туземцы приятные, но слабые люди. Они были порабощены черной армадой, пока Мел и Зоя не появились, конечно. Ух ты, с армадой я подстречался позже. Мел, Зоя, старые друзья. Пойду дальше историю рассказать. Блин, вот вы меня... Ну давай, Мел, Зоя, старые друзья. Да, твои старые друзья с пограничья? Веселые были времена. Раньше елки были зеленее, но в долине я встретил только этого барда, Дэна. Я был немного удивлен. Так, ну давай, наверное, мы будем рассказывать историю. Рассказать историю про какого-то хомяка, который жрет... Как этот? Горох. Давайте попробуем. Самое время для истории про джунгли. Я всегда хотел посетить дальние земли, познакомиться с представителями древних культур и ограбить их. Итак, история о Бармаглоте. Каким он вырос, кровожаном или милашкой? Увы, он вырос безобидным. Видели бы вы его зубы, монстр? Ох... Ну, давай попробуем первое. Рассказать историю, конечно же. Печальная история про милого Бармаглота и беднягу Дэна. Хех, травоядный Бармаглот. Доброе утро, черепушка. Куда это мы попали? Без понятия, о мой бородатый слуга. Мы заснули вчера у водопадов Грибгорода. Кто-то еще напевал ту грустную балладу. Ну, а я знаю, кто это напевал. Дэн. Во имя Хель, зачем тебе вообще спать? Ты в курсе, что ты мертв? Ты опять не грубишь, слуга? Я сплю, потому что мои привычки совсем как ты. Не умирают. Достаточно болтовни. Наверняка здесь должен найти способ доблестно погибнуть. Хммм. Не то ли это яйцо, которое ты нашел? Так, ну что, ребят, давайте смотреть, что мы здесь сможем с вами сделать. Сигурд, судя по всему, это яйцо детеныша Бармаглота. Бармаглота? Бармаглота. Это достаточно уникальные создания. Могут быть очень опасны, если правильно их кормить. Хотя я не уверен, что значит правильно. Но ты поищи на всякий случай стрижащий, стрижающий меч. Вот даже какой. Очень опасны? Насколько очень? Я бы сказал, очень-очень. Однажды парочка Бармаглотов растерзала целый отряд канунга Луперкаля. Это был жуткий бой. А ведь люди Луперкаля были ветеранами. Осталось выяснить, как из этого котенка вырастить машину смерти. Тогда я отправлюсь в Волгалу. Так, забрать его можно? Ух ты, мы его подобрали, ребята. Так, что у нас здесь есть? Давайте сходим вот сюда наверх. Тут у нас какой-то котел и домик. Так, ну у меня этих ингредиентов нету. Я смотрю, тут нужно окорочок и листочек какой-то. В домик мы тоже попасть не можем. Тогда спускаемся пока. Так, ну-ка, Дэн, будешь с тобой разговаривать? Даже не пытайся со мной заговорить. У меня нет никакого желания видеть тебя. Да и пошел ты. Оружие? Сам ищи. Ну и буду. Так, смотрите, тут какой-то шаман. Кэт. Кэт же, да? Или Сид. Да неважно, короче. Кэт, добрый путник. Я Нил Сиер. Пурпурный колдун. Чем я могу помочь? Пурпурный колдун звучит, будто ты можешь колдовать всякие смертельно опасные заклинания. Поразительная дедукция. А ну попробуй-ка парочку заклятий на мне. Бейся со мной насперть. Ё-моё. Ответ отрицательный. Вот еще. Мэтр, может быть, вы сможете нам помочь в другом деле? Вероятность существует. Внимаю. Слышали ли вы когда-нибудь о бармаглотах? Ответ положительный. Интересно. Почему вы спрашиваете? Нам необходимо понять, как вырастить из него достойного противника для моего непобедимого друга. Принято к сведению. Ответ есть. Бармаглотовая похлебка. Вам повезло. Я как раз приготовил котел для зелий. Пользуйтесь. Найдите мясо. Много мяса. Рыбы. Ничего растительного. Бармаглот вырастет сильным и жаждущим крови. Вот так вот, ребята. Так, смотрите. Здесь какой-то козел. Блин, а как мне туда добраться-то? Хе-хе. Как мне туда, я спрашиваю, добраться, ребята? Ой. А, ху ты нафиг. Выпрыгнул все-таки. Хорошо. Слушайте, ну у меня нет ничего такого. Не мясо. Вот мясо я вижу там. Также я вижу там морковку. Ну как мне туда добраться? Вот в чем. Ого. Что это еще за штуковина? Где? Вот эта банка вроде бы. Выглядит как огромное каменное лицо. Ну спасибо, канунг. Очевидность. Зачем в Эймахель кому-то такое строить? Без понятия. Но это озеро выглядит довольно глубоким. Ты всегда можешь перебраться по этим платформам. Как оригинально. Уволил бы местного архитектора. Ну-ка. Дайте глянуть. Эта штука выглядит как томатный суп. Возьмет, нет? Хм. А как же мне ее поймать? Я больше чем уверен, что эта баночка нам нужна. Черт его знает. Ну давайте попробуем... Может его бросить сюда, а? Хотя вот, тут у нас веревочка. Опа. Ага. Так, значит что? Давайте возьмем морковку. И поговорим с этим козлом. Ла-ли-лу. Лело. Это коза какая-то странная. Да я вижу, что она какая-то странная. А что же мне можно снизить? Опа. Оп. Так, отлично. Я сбросил дерево. Листья можем забрать. Хм. И здесь дальше мы переходим. О, тихо, 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 тихо. Так. Давай, 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 давай. Иди ты, елки-палки. Давай быстрее, быстрее. Да перепрыгивай же ты. Что ты дуралей-то валяешь? Так, запрыгиваем сюда. Так, смотрите. У нас бельишко здесь. Нет, ребята. Это не бельишко. Это у нас какая-то удочка. Ох ты. Тут можно забрать хлеб. Также здесь мы можем поставить сюда своего Бармаглота. Получается. Так, нет. Дайте-ка я ворону прогоню вначале. Эй. Я не могу даже туда пройти. А ну-ка, выходи. Милашка Бармаглот. Вырасти его и сразись с ним. Так это понятно, что сразиться с ним. Ну-ка, вот сюда, если мы его потянули. Слушай, не открывается. Может быть сюда? Тоже не открывается. Так, ладно. Остается у нас вот это, последнее. Отлично. Пошла ворона отсюда. Дай рыбу. Ты смотри, а? Может хлеба едать? У меня был друг по имени Хлебная Крошка. Он недолюбливал голубей. Ага. Так, недолюбливал он голубей. Блин, ну я не могу забрать... А, вот, смотрите-ка. Сейчас получилось все. Дай рыбу сюда мне. Так, вот, рыбу мы получили. Бармаглот, иди возвращай. Так, это что такое? Тоже можно забрать? Теперь у тебя есть все необходимое, чтобы закосить подтуземца. Слушайте, тут еще надо будет подтуземца закосить. Главное, рыба это у меня меч. Так, ладно, пойдемте мы с вами по-быстренькому сюда. О, листик. Да ёб-парасоте. Ну хорошо, хоть он не погибает здесь. Это все-таки плюс. Мне нужен этот листой, точнее... О, взял. Давай ты... Да ядрена ты вошь. Ну что ты будешь тут дуралей валять? Долгом? Да ёб-парасоте. Так, ладно, давай по-хитрому. Вот так вот. Иди, 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 иди. Перепрыгивай. Иди. Перепрыгивай. Иди. Перепрыгивай. Так, и так далее. Оп. Молодец. Молодец, Сигурд. У тебя все получилось. Ну я набрал столько всяких... Что ты, голова, хочешь? Протянуть тебе руку помощи? Валяй, черепушка. Спорим, он испортится с жуткой силой. А, спорим, он испортился с жуткой силой, Сигурд. Он же плавает. В жестяной банке. В любом случае тебе понадобится что-нибудь, чтобы его достать. Это он мне все сейчас в данный момент про суп втирает. Ну я понял. Суп я смогу, наверное, достать удочкой. Да? Так ведь? Как томатный суп. Ну, если я, предположим, сделаю так. Какой нынче час? Час рыбалки? Да при чем, блин, час рыбалки или не час рыбалки? Мне нужна вот эта вот банка. И почему я могу закосить под ту земца? Так, этот со мной не будет разговаривать, да? Я понял. Я и буду искать сам. Хорошо. Так, что у нас ты скажешь? Итак, колдун. Колдоника чего-нибудь? Да, понятно. Он не хочет. А, во! Не доставай ты его, Сигурд. Пойдем. Да ладно. Всего один фокус. Испугался моих геройских мускулок. Скучный ты, дядя. Давай вот так вот сделаем. Мне интересно. Займись лучше бармаглотом. Мне, в смысле, вам он понадобится. Может, вырастим бармаглотом магией? Нет, хотя ведешь ты себя как типичный герой. Ходишь, суешь повсюду свой нос. Вопросы бесконечно задаешь. Люблю ходить и спрашивать. Ты продолжаешь со мной разговаривать? Я ничего тебе не расскажу. Ничего не куплю. Ничего не продам. Отстань. Плачу двойную цену за топор. Утомил. Смертельно утомил. Вы, викинги, вроде любите всякие шелезяки. Отстанешь, если я тебе подарю одну такую. Если это не топор, то обойдусь. Черт, подери. А что интересно будет, если мы по-другому с вами поговорим? Всего один фокус. Так. Ну же. Один маленький фаербол. Изыди смертный. Черт, голова что-то хочет мне сказать, видимо. Хочешь обниму? Или посоветовать что? Советуй только без объятий. Попробуй удочкой. Так я же, елки-палки, пытался это сделать. Я это очень сильно пытался сделать, но почему-то у меня это не выходило. Томатный суп. Да что ж такое, ты падаешь у меня, а? Какой нынче час рыбалки? Так. Как же мне эту удочку? Я не знаю, как этой удочкой здесь воспользоваться. Но я попробую сейчас вот сюда забросить мясо. Оно у меня есть? Мяса у меня нету. Слушайте, а если мы козлу дадим морковку? Предположим. Сможем же мы это сделать? Морковка. Идеальная мотивация для осла. Отличный костюм. Ты готов? Самхейну. Вот, ребята, и задача. Блин. Как мне все это сделать? Как мне это все реализовать? Удочка, я так понимаю, нужна для того, чтобы поймать суп. А зачем мне перо? Перья. Местные любят перья. Местные любят перья. Хм. Местные у нас здесь только... Хотя, подождите, ребята. А вот там у нас дальше никуда нету прохода, а? Давайте мы с вами проверим. По-моему, не было. Если я не ошибаюсь. Нет, абсолютно ничего здесь нету. Только лишь белевая веревка здесь у нас, на которой какие-то шмотки. Здесь тоже ничего не произойдет. Просто этот... Бармаглот будет висеть. Это мы для открытия двери делали. Спрыгивать мы не можем, значит, нам придется идти. В общем, хлеб. У нас хлеб. Рыба, но в то же время меч. Природа чудесная. Природа очень чудесна, но... Как мне-то это... Что ты опять голова там хочешь сказать? Именно в то время, когда я тут... Блин! Щеголяю. В общем, ребята, моя основная цель поднять вот эту вот банку, которая у нас плавает в озере с супом. Но я пока никак не могу понять. И предлагаю сходить к котлу и, знаете что? Сбросить туда весь хлам, который у нас есть. А у нас есть в данный момент и морковка, как вы видите. Идеальная мотивация для осла. Давайте ее сбросим. И хлеб. Все. Тут еще, видите, нужно два листочка. Но у нас нет листочков. У нас есть только перо. И также есть отличный костюм. Мда, мяса у нас тоже, к сожалению, нету. Так, голова. Ты хоть что-нибудь мне подсказала бы, а? Так. С этим козлом тоже ничего нельзя сделать, ребята. Я пробовал его бомбануть. Но абсолютно ничего не делается. Так. Какой нынче час? Час рыбалки. Да нет, ребята, не час рыбалки. Мы не можем почему-то выловить удочкой. Что-то нужно. Советую только без объятий. Простой удочкой эту штуку не поймать. Но может быть магнит. Я видел один рядом с колдуном. Так, он видел с колдуном магнит. А почему ты раньше молчал? Я не вижу никакого магнита. Где магнит? А ну-ка, гони-ка. Давай поговорим с ним еще разок. Может быть, что-нибудь да произойдет в конце-то концов. Так. Час рыбалки. Это понятно. Это мы все разговаривали. Утомил я его. Чего? Опа-на. Ребят, вы посмотрите. Он мне дал магнит на удочку. А ну-ка, давайте. Вот. Вот чего и требовалось доказать. Так, иди-ка сюда. Банка с супом. Шикарно. И теперь я понимаю, что вот эту банку нужно кинуть в котел. Это, наверное, уже недостающий ингредиент. А ну-ка. Давайте-ка его забросим. Бармаглот. Опа, прям туда в суп нырнул. Хе. Ого. Ничего себе. Чепушило такой вырос. Оу. Это он меня сожрать хочет или что? Или это он меня облизывает? Мак тут что-то психует. Так, что произошло? Не понял я, ребята. Бармаглотик, ты куда пошел? Смотрите, он дружелюбный. Вы только взгляните. Милашка вырос. Что-то он слишком милый. Это же наоборот хорошо. Может мяса маловато положили? Я же говорил, давай бекона насыпем. Беконом нельзя ничего испортить. Тебе же сказали, что здесь не водятся твои любимые волшебные кабанчики. Какой еще бекон? Вы все испортили, мерзавцы. Весь мой план заполучить Бармаглота. Теперь вы заплатите вашими душами. Да ты что, Мак? Что за... Ого, смотрите, что делать. Опачки. Ого, он меня подбил, ребята. И, наконец-то, я, наверное, все-таки... Все-таки я, наверное, попадаю в Альгалу, да? Да, смотрите, я выполнил. Здесь, здесь все выполнено. Чего опять-то, е-мое? Ого, меня назад тянут. Давай, 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 давай. Что, что, что? Опа. Да, жалко мне Барда Дэна. Он у нас... А, он душу у нас потерял, смотрите. Но Хильда спасла мою душу и вернула меня к жизни. Мне пришлось воскресить тебя, чтобы колдун не украл твою душу. Так что с Волгалой придется повременить. Ну что же, ребята, опять же, нам не повезло, как обычно. В принципе, я почему-то в этом не сомневался. Давайте-ка пройдем сюда. Воздушная битва у нас здесь. Интересно. В этой истории про битву с Черной Армадой ты вновь встретил Бармаглота, верно? Так, старый капитан Кирк подобрал беднягу. О да, он терроризировал моих друзей. Стоп, стоп, стоп. Ну что, опять? Ага, расскажите о храме тузенцев, историю о хищном Бармаглоте. Ладно, давай тогда первое выберем. Рассказать историю. Ну что же, давай. Нашел я этот здоровенный летающий дракар, значит? И история про воздушную баталию и возвращение дракона кто. Жаль, Дэн этого не увидел. Потому что у Дэна похитили душу, ребята. Так, и что же нас тут ожидает? Сигурд, какие люди? А у нас тут заварушка в разгаре. Присоединишься? Спрашиваешь. Иди-найди капитана, он где-то рядом с трапом. Так, ну я в принципе вижу капитана, ребята, вон он там наверху. Ну, пожалуй, мы, наверное, на этом с вами и будем завершать эту серию. И продолжим проходить уже в следующей. Так что, ребятушки, следите. Ну, а на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых новых видосиков. Всем удачи, ребята. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова